Это актуальное интервью. Здравствуйте в студии Алина Волчейская. И сегодня гость нашей студии, генеральный консул Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Эльти Адерхальд. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в России, в Ненецком округе, в Арктике. Расскажите, где уже удалось побывать и какие впечатления первые от нашего региона. Добрый вечер. Я очень рада быть сегодня у вас в гостях. Надо сказать, что я уже много регионов посетила в Северо-Западном федеральном округе, в Консульском округе. Но когда я вышла из самолета в Нарьянмаре, меня сразу же окружил сказочный ландшафт. Я должна сказать, что здесь живут очень приветливые люди. У меня было очень много успешных, интересных встреч за последние 24 часа. И еще в этом регионе отлично готовят. Я очень вкусно здесь поела различных традиционных блюд из Нарьянмара. Ну, какие уже рабочие встречи удалось провести? Ну, с кем встречались? Надо сказать, что у меня здесь очень плотная программа. Мне предложили очень много различных встреч. Видно, что все очень усердно работают. И в первую очередь я посетила среднюю общеобразовательную школу номер один. И встретилась там с директором школы Юрием Викторовичем Каневым и двумя замечательными учительницами немецкого языка, которые с большой самоотдачей преподают в этой школе немецкий. Сегодня утром я познакомилась с руководителем музейного объединения немецкого кримического музея и историко-культурного и ландшафтного музея заповедника Пустозерска Еленой Меньшаковой. Она устроила для меня экскурсию по музею. Я очень много для себя узнала об истории этого региона. Мне очень подробно рассказали о том, какая здесь ведется работа по развитию региона, по сохранению природных ландшафтов, для развития туризма, для развития взаимодействия в обществе. И после этого визита я отправилась в Центр оптического туризма, где я насладилась замечательными зимними пейзажами, где я познакомилась с культурой в Арктике. После этого у меня состоялась очень информативная встреча с Олегом Ануфриевичем Белоком. Мы с ним говорили о различных возможных сферах взаимодействия. Какие вопросы вы обсуждали в ходе встреч? И, может быть, удалось уже достичь каких-то договоренностей? Цель моего визита – это знакомство с регионом, знакомство с людьми на местах, с которыми мы могли бы взаимодействовать. Я хочу посмотреть, какие возможности для сотрудничества здесь есть. И мне кажется, что нам удалось найти, наметить для себя конкретные точки соприкосновения. Мы говорили о планах экономического сотрудничества, о сотрудничестве в различных профильных сферах. Но также мы общались и о том, как можно интенсивировать взаимодействие между людьми, между обществами наших стран. В 2019 году в Германии проходили русские сезоны, а в середине этого года в России начинается год Германии. И это означает, что в Германии целый год проходили мероприятия при организации российских партнеров, а теперь в России на протяжении целого года мы будем проводить мероприятия, связанные с Германией. Мы намерены подчеркнуть значительность существующих партнерств. И также в Нарь-Янмаре мы намерены провести ряд совершенно конкретных мероприятий. Например, в школе мы вели речь о том, чтобы предложить подросткам и детям, обучающимся средних классов, мероприятия, которые разнообразят их уроки по изучению немецкого языка, которые разовьют в них интерес к немецкому. Мы могли бы предложить им показы фильмов, новые учебные материалы, различные мероприятия, посвященные немецкой культуре. Это были бы мероприятия, нацеленные именно на молодежную, детскую аудиторию. В нашем разговоре с руководителем музейного объединения немецкого краеведческого музея мы говорили о мерах, которые предпринимаются для защиты природных охраняемых зон. И мы выяснили, что нас занимают одни и те же вопросы. Эксперты, которые занимаются охраной окружающей среды в Германии, тревожатся из-за тех же самых проблем и стоят перед теми же вызовами, что и эксперты здесь. Поэтому мы хотим объединить усилия экспертов и провести совместное мероприятие, на котором они смогут встретиться, пообщаться. В первую очередь речь идет о создании, налаживании новых контактов, потому что именно с контактов начинаются конкретные проекты. Во время нашей встречи с мэром речь шла о сфере взаимодействия ЖКХ. Мы говорили о конкретных возможностях провести обмен опытом в сфере обращения с отходами. Завтра мы встретимся с первым заместителем губернатора, и я думаю, что там мы сможем достигнуть конкретных соглашений, которые касаются таких сфер взаимодействия, как культура и других. Ну вот, вы говорите про экологические проблемы схожие, да? Какие конкретно проблемы? О каких вызовах шла речь? Например, сегодня утром мы сразу же, когда отправились на первую встречу, для себя открыли, какие здесь невероятные красоты ландшафты в этом регионе. Идет о том, чтобы развивать эти ландшафты, чтобы делать их доступными для людей, чтобы люди ценили и чувствовали эту красоту. Речь шла о том, что природа позволяет человеку раскрыть себя, найти себя. Вместе люди могут объединять свои усилия, чтобы сохранять этот ландшафт. Например, такими совместными шагами могут стать акции для волонтеров, когда волонтеры занимаются обустройством эко-троп для туристов, когда они занимаются уборкой территории вокруг этих эко-троп или украшают эти маршруты. Речь также шла о том, чтобы пригласить, например, художников, которые могли бы создать произведения для того, чтобы эко-тропы были снабжены такими выразительными арт-объектами. И таким образом они привнесли бы частичку своего творения в этот природный ландшафт, дополнив его таким образом. Надо сказать, что это совсем непросто одновременно развивать природу и делать её доступной для людей, и в то же время не перегружать её, сохранять её неприкосновенность. Это своего рода шпагат между этими двумя целями. И именно вот этот вопрос, как бережно, с пониманием сохранять природу и в то же время делать её доступной человеку, это нас сближает, и над этим мы могли бы подумать совместно. И немцы известны своим пристрастием ходить в походы и гулять по таким эко-тропам в свободное время. И если немцы что-то умеют делать хорошо, действительно хорошо, то это как раз прокладывать такие тропы. И мы узнали, что здесь существует повышенный спрос на это умение, и мы с удовольствием бы показали, как в Германии прокладывают эко-тропы. Ну, раз уж мы заговорили о туризме, арктический туризм сегодня считается таким штучным, можно сказать, наверное, он не каждому по карману, но, тем не менее, здесь очень красиво. Вы, наверное, были сегодня в турцентре и уже оценили местную какую-то аутентичность. Вас наверняка познакомили с нашей Ксенией Филипповной, хозяйкой хранительницы очага Чуми. Как вы думаете, вообще туризм как отрасль, он может стать каким-то одним из направлений сотрудничества между Россией и Ненецким округом, в частности, и ФРГ? Для меня стало большой честью познакомиться с хранительницей огня, Ксенией Филипповной. Она подарила мне ленточку, которую я повязала на ветку березы, но прежде чем я могла это сделать, мне нужно было обойти вокруг этих деревьев 7 раз, что я и сделала, и я очень, конечно, теперь надеюсь, что мое желание сбудется. Мне кажется, что у Нарьянмара в плане арктического туризма очень большие перспективы, потому что, с одной стороны, Нарьянмар – это город, до которого надо сначала доехать, у него очень аутентичная природа, но, с другой стороны, он вполне достижит, то есть существует, например, прямой рейс из Архангельска, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Очень просто можно долететь до Нарьянмара и провести здесь несколько дней отпуска, например, связать свое посещение Санкт-Петербурга или Москвы с посещением Нарьянмара. Это вполне реализуемо. И инфраструктура для этого существует, насколько я убедилась, и можно спланировать программу посещения на один день, на два, на три, можно на две недели, то есть это может быть посещение различного формата, и уже созданы для этого основные условия. Еще, конечно, предстоит продолжить развивать необходимую инфраструктуру, но я вижу, что здесь уже есть очень много хороших идей. Конечно, также очень важен маркетинг, и мне кажется, что здесь уже идет работа в нужном направлении, ведь немцам нужно для начала узнать о том, что Нарьянмара существует, как до него доехать, и что здесь можно делать. Для этого, конечно, очень важен хороший качественный дизайн. Мне очень понравился дизайн и логотипы для визуализации Нарьянмара, которые сегодня мне были показаны. Мне кажется, что это направление правильное. Конечно, предстоит развивать еще эти маркетинговые меры и за рубежом, чтобы иностранные туристы также познакомились с Нарьянмаром. Но я, тем не менее, надеюсь, что Нарьянмар не станет таким переполненным туристическим городом, что он останется в своей сути таким, какой он есть, потому что не стоит ему становиться таким переполненным, как, например, Венеция, другие туристические города. Он уже прекрасен сам по себе. В начале интервью вы сказали, что уже побывали во многих регионах Северо-Запада России. Есть ли какие-то интересные, успешные, реализованные проекты именно по сотрудничеству между регионами Северо-Запада и ФРГ? У Германии с Северо-Западом России, можно сказать, испокон веков существуют очень тесные взаимоотношения. Так повелось, что со времен Петра I, Екатерины II, с их времен появился буквально систематический приток немцев на Северо-Запад, и это повлекло за собой появление обмена, взаимодействия буквально во всех сферах жизни. В этом году будет очень важная дата, 75-летие окончания Второй мировой войны, дата, которая олицетворяет собой наше очень горькое прошлое, прошлое, наполненное очень тяжелыми событиями. Для меня, как для немецкого дипломата, изначально стало большой радостью, что в России меня очень тепло встречали всегда. И, конечно, для меня в моей работе на первом плане всегда миссия примирения, задача подчеркнуть дружбу между нашими народами и преодоление этого тяжелого прошлого. Одно из таких дат, связанных, одно такое событие, которое отличается особенно большим количеством потерь, и особенно тяжелое событие, это, конечно, блокада Ленинграда. По случаю годовщины окончания блокады Ленинграда, министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайко Масс и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совместно инициировали гуманитарный жест, который будет реализован для ныне здравствующих блокадников Ленинграда. Этот проект, этот гуманитарный жест является для нас действительно очень важным. Конечно, по пути к Ленинграду германский вермахт также натворил много злодеяний. Он оставлял за собой разрушенные, сожженные деревни, и местное население очень сильно пострадало. Это коснулось также Псковской области. Это очень тяжелая страница в нашем общем прошлом. И вот в 90-е годы представители церкви Рейнлэнда приехали в Псков и положили там основу созданию совместной инициативы. Инициатива Псков, так и называется. Этот проект, создание инициативы Псков, был реализован людьми из Рейнлэнда, из Пскова. Речь идет о создании педагогического центра для людьми с особенностями развития, о создании мастерских, о таком проекте, как проживание с сопровождением, когда люди с особенностями развития могут жить самостоятельно и при этом получать помощь от педагогов. Это очень важный международный проект, который и в международных масштабах подает большой пример. И он просто иллюстрирует, какие мощные проекты мы можем совместно реализовывать. Я хотела бы вам подарить этого псковского ангела. Его сделали в мастерских Пскова. Ученики этих мастерских с этим ангелом немецкий космонавт Александр Герст уже даже побывал в космосе. Спасибо большое. Очень приятный подарок. Ну вот в целом вообще как настроена Федеративная Республика Германия на взаимоотношения не только с Северо-Западом, но и в целом с Россией? Мне кажется, что если говорить об отношениях России и Федеративной Республики Германии, то в основном их, конечно, характеризует, что во все времена они оставались очень тесными, несмотря ни на что. И ответ за всю Россию, как можно описать эти взаимоотношения. Конечно, с моей перспективы особенно тесные отношения связывают Германию именно с Северо-Западом, потому что, например, нас сильно связывает Балтийское море. И как сегодня в музее во время экскурсии мы узнали из Приозерска еще во времена Гонзийского союза, вывозили пушнину, и местные купцы торговали вместе с немецкими купцами. То есть все регионы России связывают различные формы взаимодействия с Германией, и это взаимодействие продолжается вне зависимости от политической повестки дня. Это действительно взаимодействие, имеющее очень глубокие корни. Города в России и Германии зачастую связывают активные побратимские связи. Например, побратимские отношения между Санкт-Петербургом и Гамбургом были заложены в самый разгар Холодной войны. Отношения между Санкт-Петербургом и Дрезденом в следующем году им исполняется 60 лет. Архангельск и Эмден поддерживают очень активные взаимоотношения. В прошлом году я лично присутствовала на праздновании 35-летия их партнерства. Петрозаводска очень активно сотрудничает с Тюбингеном и также поддерживает партнерские отношения с Нойбранденбургом. Можно очень долго продолжать этот список. И, конечно, я была бы очень рада, если бы эти партнерские отношения также отразились бы и на Нарьян-Маре, если бы, например, партнерство между Архангельском и Эмденом также распространилось бы и на Нарьян-Мар. Нас связывают очень тесные экономические взаимоотношения. Я уже говорила о Гонзийском союзе, но это, конечно, уже история. На сегодняшний день на северо-западе России присутствует более 600 немецких предприятий. И российские предприятия в Германии также очень незаметны. В федеральной земле в Эмклимбурге и Передней Померании, например, работает одно из крупнейших предприятий в мире по деревопереработке Ильм Тимбер. И, например, нас также связывают очень тесные взаимоотношения в научной среде, действительно, практически во всех сферах жизни. Кировский завод, например, совместно с немецкими фирмами занимаются развитием стартапов в социальной сфере. Я уже упоминала инициативу Псков, но также очень активное представительство Красного Креста. Мне кажется, что здесь большой потенциал кроется также и для взаимодействия с Нарьян-Мар. Но вот если возвращаться к теме сотрудничества именно с немецким округом, может быть, в плане экономики, у нас здесь есть коренные малочисленные народы, кочевники-ненцы, которые живут в тундре, занимаются традиционной деятельностью оленеводством. И вот как раз у них, например, есть очень много субпродуктов оленины, от оленей, вернее, то, что остается, это панты, кровь, какие-то вещи, которые могут использоваться в фармацевтике, а также кожа оленя. В этом направлении как-то можно наладить сотрудничество? Мне кажется, что большим потенциалом обладает туризм, именно связанный с природными ландшафтами, то есть немецким туристам было бы интересно езжать сюда и наслаждаться природой. Большим потенциалом обладает знакомство с культурой немцев, которая, несомненно, очень интересная. Меня очень впечатлила моя сегодняшняя встреча с Ксенией Филипповной, хранительницей очага. И я очень много интересного для себя узнала в плане какой-то житейской, жизненной мудрости. Может быть, для исследователей ботаники экспедиции были бы интересны, но что касается всего остального, то тут я, к сожалению, не эксперт. Я, например, всегда своим друзьям в качестве сувенира из России привожу иван-чай. Ну вот иван-чай им, по крайней мере, очень нравится. Вот вы говорили, что этот год объявлен Годом Германии в России. Расскажите, пожалуйста, какие интересные проекты будут реализованы в каких регионах и будет ли как-то Ненецкий округ в этом тоже участвовать? Год Германии в России реализуется совместно с Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германии и Гёте-институтом, но вместе с партнерами в России. Мы планируем ряд крупных мероприятий при содействии с Министерством культуры в Москве. Например, примут участие Эрмитаж, ряд больших музеев в России и Фонд по сохранению прусского культурного наследия. В июне будет открыта большая выставка в Санкт-Петербурге, а в начале сентября в Москве выставка будет называться «Железный век». В Москве и Санкт-Петербурге пройдут очень крупные мероприятия. Например, осенью впервые из Германии приедет театр балерины и хореографа Пима Бауш, впервые выступят в России. Но мне, если честно, лично особенно важно, что мы совместно с партнерами проведем в регионах. Какого рода мероприятий мы сможем предложить Петрозаводску, Архангельску, другим городам? Например, в ряде регионов уже есть партнеры, которые ежегодно проводят Дни Германии. При Днях Германии речь идет о своего рода культурном фестивале. Это целый набор разнообразных мероприятий, которые, конечно, бывают посвящены различным темам, которые волнуют людей. Экологическим темам, научному взаимодействию. Это музыкальные выступления, показы кино. Это очень разношерстная программа. И для участия в этой программе участники приезжают из Германии в том числе. Надо сказать, что возможными эти фестивали становятся, потому что люди здесь в России чувствуют глубокую привязанность к Германии. У них очень много идей, и мы хотим помочь им развивать эти идеи. Сейчас Гёте-институт проводит конкурс, и можно подавать заявки, можно рассказывать о своих идеях, мероприятиях, которые войдут в программу Годы Германии в России. Конкурс можно найти в интернете. Это открытый конкурс. Самые лучшие идеи будут отобраны, мы окажем им поддержку, и вместе с своими партнерами их реализуем. На сайте Гёте-института можно найти информацию об этом конкурсе. Любой желающий может принять участие, если у него есть концепция своего проекта. Например, в Санкт-Петербурге, конечно, каждый год для нас кульминацией становится проведение недели Германии. Это более 60 мероприятий из самых различных сфер. И мы предлагаем нашим партнерам в регионах также мероприятия готового формата, которые мы готовы уже перевести в регионы. Я буду очень рада снова вернуться сюда осенью или в следующем году, чтобы присутствовать на открытии германо-российских мероприятий именно в Нарьян-Маре. Есть уже какие-то идеи по проведению этих мероприятий здесь у нас в Нарьян-Маре? И вот для наших телезрителей, кто посмотрит эту передачу и вдруг заинтересуется, захочет принять участие в конкурсе, что это может быть? Это должно быть какой-то, может быть, фестиваль, это должна быть школа изучения немецкого языка. В каком направлении людям креативить и придумывать проекты? Если кто-то готов организовать целый фестиваль или у него уже давно назревает такой замысел, то он может обратиться за получением поддержки для проведения Дней Германии в регионе. Это конкурс, который ежегодно проводит посольство Федеративной Республики Германии в Москве. Например, партнеры в Петрозаводске, в Архангельске, в других городах, они уже реализуют Дни Германии ежегодно и получают на это проведение соответствующие средства. Если у кого-то есть замысел отдельного мероприятия, то ему будет целесообразнее обратиться именно к конкурсу Гёте-института. Например, можно организовать конференцию, культурный вечер, подростковый обмен. Здесь совершенно нет границ фантазии. Мы, как я уже говорила, предлагаем также и готовые решения. Например, набор фильмов, которые готов предоставлять Гёте-институт. Это мероприятия, связанные с немецким языком, с немецкой культурой. Литературные чтения, например, посвященные немецкому писателю Гансу Павлоду. И театр Кабары с исполнением песен Марлен Гитрих. Сейчас, после знакомства с среднеобразовательной школой номер один, мы, конечно, думаем о мероприятиях, которые мы могли бы предложить именно ученикам. Спасибо вам большое. Было очень интересно послушать о Германии и о сотрудничестве. И диалог получился действительно таким живым и интересным. Благодарю вас и ждем еще раз в нашей студии. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я напомню, гостем студии телеканала «Север» был генеральный консул Федеративной Республики Германия Эльти Адерхальд. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин